и Инканис. А как же прогнозы стопроцентные? Вот прям вот последнее слово от двух аналитиков, где же они были? Там ухо был за Клаудов, а синий за Мау Спортс. А, окей. Ну, в любом случае, кстати, ножи ничего не изменили, то есть Мау Спортс так и так их официально выигрывали, что в первом варианте, что во втором они так и так будут играть, так это сайт. Клауднайд, соответственно, будут нападать. Что тебе кажется вообще, к чему это все приведет на Мираже? Мне кажется, что для Маузов это более удобная карта. Вот так вот, да? И довольно-таки неоднозначное поведение. Вот Мау Спортс на вармапе, опять же, Нига, который оставался один на один и этот пистолет зачем? Но опять же таки это, ты знаешь, вот вносит опять же таки, может быть не то, чтобы вот минус мораль какую-то в команду Клауднайд, но в любом случае я уверен, что Натангу это не понравилось и он сейчас будет еще больше злым против команды Мау Спортс. Знаешь, мы комментировали смек-отборы на Остин, по-моему, это были отборы куда-то еще. На DreamHack в любом случае точно оно было. И мы смотрели через сервер, который был настроен таким образом, что мы слышали как о НГИМ и каков, да. И, честно говоря, фрикозоид, я помню, очень много мата, очень много претензий по отношению к команде и очень много претензий по отношению к противнику. Что касается Nothing, этот более-менее сдержанность себя проявлял. Ну и сейчас фрикозоид, например, нет, так что гореть там не с кого было, но хотя мы не знаем, что говорят с Лэмми, например, Элистю и два новых игрока Клауднайн. И сейчас мы видим то, что у нас жесткое усиление, б-плантация, вот три игрока здесь находятся. И это будет приемкой, если сейчас бы Клауда уже вышли, то Маус Спорт смогли бы с легкостью их здесь принимать. Да, действительно, но пока что Клауда никуда не спешат. Есть раскидка, два смока от Слэмми с Кадудл, флешки от того же Слэмми и Тайлера Латхэма. Но пока, опять же таки, Клауда у нас по всем фронтам действует. Стюит, окей, готов выходить у нас в спину через ковры или все-таки он будет первым открывающим на точку Абомба. До сих пор у нас на террасском распауне. И Нико на поджиме Мидла сейчас собирает информацию для своей команды. Нико его абсолютно не замечает и сейчас может просто выйти в спину четверым своим соперникам. Да, и мы видим, насколько медленный раунд играет Клауд Найн. Облачка не очень уверены в том, что они могут делать. Мало того, они оставляют никого в спине, чтобы Мидла уходит на телевизор. Он просто ушел на телек и на этом все заканчивается. Для него вся эта вылазка. Самое интересное, что Маус Спортс будет играть от Ритейка на Апланте. Они имеют очень-очень глубокие позиции, поэтому, скорее всего, они будут отдавать эту точку. И все будет зависеть от Денниса, который у нас отвечает за Дельпан. Будет раскидка. Смоки и флешки пошли. Ну и Деннис абсолютно слепущий. Сейчас десант от Стюит Окей, а также Шрауд. И Натанг будут давить просто на Дельпан. Нужно этим заниматься. Опять же еще одна флешка. Но прощает Денниса. Бомба устанавливается. Стюит Окей будет первым на выход. Получает кое-какой дэмэдж у нас Некс. Деннис отваливается. Натанг делает этот фраг. И Стюит Окей также не отпускает Некса. Три на четыре. Куда же дальше-то оно пойдет? Маус Спортс уже потеряли двоих. Однако точно едва выстрела в голову. Своим оппонентом уже сделали минус Сэмми и Скадудл. Крижей попробует за контроль Дельпан. Против него Стюи. Он оказался сильнее голландец. Что вчера, что сегодня. Пока что подводит свою команду Стюи. Ему везет еще и на прострел в голову. Спиди через Смок. На пеньте время ему еще и кладет Ника. Таким образом, Клауд Найн берут первый раунд. Мы видим то, что Маус Спортс, несмотря на действия Ника, опять же, как обычно Ковач. Парни, Босния за мной. Я кладу людей. Минус три. И вся твоя команда просто с бубликами. Четыре бублика. Ну как же так? Куда же дальше? Ну а с другой стороны у нас увереннейшие действия от Стюи Туке и Натанга, которые на двоих разложили все абсолютно команду Маус Спортс. Ну что ж, дефолтные пистолеты. Нико вместе с Деглом пытаются у нас кого-то заимить в мидле. Не получается. 5-7 от Денниса под коврами. На коврах также имеется еще один игрок защитной пятерки. Нико отлетает при выходе через коннектор. Натанг зарабатывает этот самый хэтшот. Крис Джей отрабатывает Слэми, но тут уже вступает в борьбу Слэми. Стюи, извините. Спиди через Смог. Ну на самом деле Дезерт Углом на клоузе-станциях здесь не очень повоюешь, особенно против автоматических оружий. И Мауза, может быть, даже будет сейд паузу, так техническую просит Нико. Слава богу, что не тактическую, иначе бы я думал, что у него просто сгорело до конца еще с предыдущего раунда. И с этого тоже, в принципе, Крис Джей находит голову Стюи. И напоминаю, кстати, что на технических паузах команда не имеет права общаться между друг другом. И, в принципе, неизвестно, каким образом это все соблюдается до конца. То есть, может быть, они могут как-то жестами общаться. Но мы об этом поговорим попозже. Спиди попробует все-таки выйти сюда на этот плент и получить маслиночку от Скотов Дор. И последний Крис Джей будет пытаться засейвить Галил. Шрауд уже в пути с Узи в прыжке. Просто забирает своего противника. Крис Де Йонг падает 2-0. Ну и та самая техническая пауза. Донт ток! Донт ток, Пэш. О, Райвл свэк, Дудайн. Да уж, довольно своеобразные, на самом деле, правила. Ну, новые, новые. Вот я вижу, как они говорят. То есть, может быть, им все-таки стоит отрубать ТС. Что-то там шрауд, парочек у нас смогут. Как-то микрофоны. Я не знаю, что-то надо с этим делать, чтобы технически работал. Потому что оно физически заставляет людей молчать. Вот, вот, они отожигают сейчас и что-то ржут. Ну, ладно. Возможно, было замечание у арбитра. Да-да-да, подошел, говорит. Алло, во-во-во, вот сейчас происходит с нафингами. Видите, положили руки на плечи, сказали, алло, алло, тихо-тихо-тихо. Все, перестань, перестань. Ну, нафинг такой парень, что будет просто оспаривать до последнего такое решение. Он не просто так выглядит, он выглядит как ирландец, на самом деле. Такой выходец из северной. А эти парни славятся спорческим характером, таким ядреним. И там еще второй, еще рыжий есть один парнишка. Спиди, во всяком случае, даже не пытается. Брови. Какие у него, кстати, прям волнистые брови, я бы сказал. Очень своеобразная форма. Может быть, их волнистость иногда мешает ему стрелять. Мне мешает волнистость. Выпадать любит этот парень. Ну и Крис Джей все свои же фирменные шапочки. Что касается Криса Джей, мы все еще не видим его на протяжении уже двух дней. Один из флагманов Маус Спортс, помогающий босницу. Он почти всегда является ведущим европейским АВП, особенно на защите. У него очень хорошая турельная АВП. И сейчас мы видим то, что ему надо задуматься о том, что происходит с его АИМом. Может быть, сегодня будет все по-другому. Но вчера этот ДДАС-2 выглядел очень-очень слабым. И его скаут, и его АВП, и его, в принципе, и пистолеты в том числе. Некс вытаскивал. Некс обычно не такой жесткий, не такой пруткий. Да, его держат за счет того, что у него пистолеты очень-очень жесткие. Он очень хороший сребез дизерта игла. Но обычно на девайсных раундах тащит Ника и его дружок Крис Джей. Но с точки зрения предыдущего матча все-таки именно Некс являлся топ-фрагстайтером. Причем он обгонял в какой-то момент Ника в два раза. И потом мы помним, да, вторая половина Ника два раунда вытащил в своей команде просто при помощи стояния на миде и оформления тысячи двух квадрокиллов. И это было очень-очень круто. Ну, а Cloud9 показывали нам с Tue2K, вот прежде чем мы перешли на нас. И опять же таки, он вчера показал то, за счет чего его все-таки взяли в этот коллектив. Впервые вообще с Tue2K на лане на вот таком серьезном чемпионате показал, что вот он готов и он может вести команду за собой. Это было в первую очередь от него исходила вот эта лидерская позиция. Ну, на осень они провалились полностью. То есть вот новый состав Cloud9 пришел на свой первый домашний, причем уже лан. То есть им было легко там. Команды не были самые-самые сильные. Только там LG и TempoStorm вставляли серьезную конкуренцию. И Cloud9 полностью провалили все, что у них там было. И Slime. Мы помним, что вообще предыдущая карта, они играли Cobblestone, если я не ошибаюсь, против Империи. И начало карты брал Slime на себя, потом подключились уже с Tue2K. Nothing все время на протяжении всей карты практически был где-то сзади. Хотя обычно мы привыкли видеть его на лидирующих позициях или хотя бы в серединке. Что касается всех остальных, прямо вот подтянулись. Там Escadu уже начал стрелять. И, как мы уже говорили, с Tue2K очень-очень симпатически себя показывал. Особенно передвижение Cloud9. Частенько мы думаем, боже, что они вообще творят на атаке. Как они двигаются. Насколько много порой спорных решений от них исходит. Но, однако, вчера это были немного другие Cloud9. Явно видно, что они готовятся к этому новому мажору. Потому что это их реальный шанс показать новый состав. Показать, что они не сдулись. И что они готовы демонстрировать очень хороший Counter-Strike. Но, опять же, мотивация логичная есть именно потому, что американский дивизион очень легко попасть на Major. Ну, то есть, про эти квалификации им даже не приходилось этого делать. Они просто попали из-за того, что они имели нормальное место на предыдущем мейджоре. Так что посмотрим, что они здесь продемонстрируют им проигрывать по факту. Ну, то, что нельзя. Они уже имеют один win. Именно поэтому мы их сейчас и смотрим. У нас сетка расположилась так, что посев лузеров был первые четыре матча. И посев виниров в остальные четыре матча. Последние два из которых мы с тобой и комментируем. Да, напоминаем, что у нас еще будут играть Gambit. Так что после этого матча никуда не расходитесь. Там будет очень крутой Counter-Strike. Еще нас сегодня ожидает. Ну и возвращаясь к Mouse Sports. Они у нас вчера обыграли в жесточайшем противостоянии, как бы это ни звучало. Fluffy Gangsters со счетом 19-16. Это был Dust. Это была тотальная неуверенность. Опять же, такие аналитики нам говорили, что сами Клауда забанили Dust 2. Я думаю, что Mouse Sports тоже бы не захотели играть на этой арене. Они проявили уже неуверенность именно на ней в рамках этого чемпионата. Ну и Mirage. Здесь пока не проигрывается. С счетом 0-2. Еще раз напоминаю для всех, кто подключился к этой трансляции. Но я вот хочу увидеть наконец-то у нас стычку АВП, а именно Skadoodle против Chris Jay. Мы уже про Chris Jay говорили. А тот самый Skadoodle вчера он был менее заметен, чем тот же самый Stuart OK. Но опять же таки посмотрим, как он будет по мидлу у нас отыгрывать. Это важная задача. И то, как он с ней будет справляться, будем смотреть. Да. И я, честно говоря, очень сильно надеюсь на то, что не только снайперские дуэли, но и отличные раскидки движений на Mirage. Опять же, вот этот темп, который нужен, он очень-очень жесткий. И я просто не знаю, честно говоря, что тут сказать. Надеюсь, что режиссер нас немного слышит и упавит в себя. Вот. А тем временем все еще технические проблемы не только у нас, но имеются еще они и на арене. У них sound issues, если я не ошибаюсь. И напоминаю, что парни не могут разговаривать. Кстати, предыдущая техническая пауза, она была у фейзов. И тогда фейзы просто-напросто из равного счета выбрались на, по-моему, 5 раундов вперед. Там было 4-4, потом 9-4. 4-4, потом 9-4, да. То есть это 5 раундов вперед. Вот. И тут не знаю, конечно, как техническая пауза вообще может повлиять. Потому что только-только на самое начало. Ну, ты знаешь, вот, да, не могут разговаривать. На каждый игрок индивидуально может просто посидеть и обдумать свои действия на следующий раунд. Опять же, что у него не получается, как его жарят, где ему не получается выйти как-то. Может быть, обдумать, как помочь своей команде взять раунд. Опять же, у фейзова это получилось намного лучше, чем у тех же самых flipside tactics. Говорят то, что долгая будет пауза, поэтому вполне возможно, что мы тоже пойдем на паузу. Не забывайте о том, что у нас есть социальные сети, в которых есть розыгрыши по репостам. И то же самое касается самой трансляции. У нас появляются кодики, которые вы можете ввести. Вот снизу появились наши адреса. Уже есть несколько выигрышев. Опять же, их мы объявляем во время аналитики обычно. Ну и, конечно же, если вам нравится то, как мы комментируем, то вы можете и на наши социальные паблики подписаться. Все тоже довольно легко. Ну и маленькая пауза чисто технического порядка на сцене. И у нас маленькая музыкальная. Не расходите. Спасибо. Продолжение следует... 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 В случае, например, с СНГ вариантами, да, уже была попытка с Симплом, с немцами все очень просто, уже имеется Гобби, уже привезли Тапсона и туда же привезли еще Элегию, то есть серпы, два немца уже находятся в составе Энержи, по факту Энержи уже на три пятых состоит из неамериканцев. Остался Токпитер и, я не помню, кто там еще играет, последний парень, но в любом случае два американца осталось в американской команде, которая находится сейчас именно в Соединенных Штатах и играет, насколько я помню, в Элиге. Ну, если игрок такого калибра, как Ника, перейдет в североамериканскую команду, то это будет, конечно же, первый случай перехода игрока такого класса. Да ладно тебе Симпл, из-за сейчас просто опускаешь по полной. Так, нет, скажем так, да, мы можем вспомнить Сашу Симпла, опять же, который вернулся на мажор в стан команды Liquid, но я бы не стал ставить вот этих парней на одну полочку, опять же таки, Ника. Да, они оба тачеры, да, они оба лидеры своих команд, которые, опять же таки, очень работают над собой и являются одними из самых лучших игроков, но вот Ника, мне кажется, он даже игрок более сильного импакта на игру. То есть, если говорить о личностном вкладе одного игрока на исход раундов. Ну, и опыта у него побольше среди лановых выступлений и среди топ-команда, то есть, если брать, то, докуда он добирался порою. Вот, но так, по факту, сложно сравнивать, очень сложно сравнивать, разноплановые игроки. Если так говорить, то да, по громкости вот этот будет второй уже такой трансфер, но, опять же таки, загадывать пока рано, пока у нас Маус Спортс против Клауд Найн возобновляется игра, и это эко от Маузов. Клауда здесь имеет полностью все шансы на выход на счет 3-0. Наконец-то мы вернулись в Counter-Strike, я уже соскучился немножко. Маус Спортс вчетвером обороняет B-Plant, оставили 0 игроков на A, и у нас имеется еще и Деннис, который контролит окно. У них нет девайсов, зато есть раскидочки, целых 3 хаешки у них осталось в руках, плюс одна флешка. Можно через это попробовать пару минусов сделать, забрать девайсы, может быть, даже еще и отыграть адекватно. Потому что Клауда идут именно на B-Plant, и они увидят здесь всю команду из-за Германии, которая валится один за другим. И таким образом остается только Деннис, и он, скорее всего, своей команде не поможет. Ну, хоть кого-то нужно забрать Деннис до Красна, накаляет у нас 2-2-K, 4 хелспоинта его оставляет. Ну и Слэми с мак-десяткой все-таки дофармливает противника, 3-0, как и предполагалось. Ну и Клауда пока никого не теряет, Мауза наконец-то будут закупаться. Крит Джейс, АВП, первый армор, также Смоук, раскидка имеется от Нико, Некса и Денниса, ну и Смоук от Спиди вместе с Эмкой. Слушай, я уже, честно говоря, думал, что Cloud9 сейчас не будут покупать что-либо вместо фармганов. У них было целых три штуки, заменили они и две из них, и остался Сузи. Что касается Криса Джея, давай насладимся его снайперской винтовкой на Мираже, на защите. Она, по сути, легендарная. Я помню, что они при помощи этой снайперской винтовки останавливали Na'Vi на групповых квалификациях, точнее, на групповых стадиях, онлайн-частях, различных чемпионатах еще где-то полгода назад, когда Мауз Спортс являлась одной из лучших команд на Мираже. Помним мы. Горело прям жестко, я помню, у всех. Крис же обвиняли его вообще в читерстве этого парня, Криса Дайонга, но я думаю, там не читерство, а там, если есть какие-то вспомогательные процессы, то точно не связаны с программой. И Холл Рейдерс, я помню, как сильно проседали под ними тоже. Там очень-очень много горения на этих матчах было. Мне очень было жалко парня. И подготавливает пока почву у нас 2-2-к для того, чтобы, возможно, ворваться и развести своих противников под точкой. Но Бомбота подходит под Б, Слэмми отвечает за мидл, пока без активных действий по направлению этому, но Натанг отлетает от того же самого Нико, который решил по хорошему таймингу поджать и найти противника. 5-4, Мауз Спортс пока что на коне. Да, и Клауд Найн ходит за контроль мидл и могут, в принципе, от этого играть. Они идут в сторону Б-плента, дабл апартаменты, дабл ЗЗ, и таким образом они выйдут сюда против двух воевать. Проблема лишь в том, что Мауз Спортс уже поджимает мидл. И это означает то, что у них все возможности забрать в кольцо своего оппонента. Слэмми выдвигается вперед. Некс откидывает голову Шрауду, Стюй падает следующим. И у нас серьезнейшие проблемы в американском стане. Они теряют одного, а за другим остается только Скадудл, которому нужно сэйвить и дабл Пить. Но у него это не получается. Таким образом, первый раунд в копилку Мауз Спортс. От Нико Скадудл не уходит. Да, действительно вступает в борьбу у нас немецкий коллектив. Ну а сейчас по экономике все довольно-таки печально у Клаудова. Только у Натанга были деньги для того, чтобы закупиться под чистую. Возможно, даже будет давать он дроп. Скадудл с Тэк-9, ЦЗшка от Слэмми. Также Стюйт УК и Шрауд с Ак-47. Мы имеем такой вот джентльменский набор на пятый по счету раунд. И Мауз Спортс могут даже выходить на второй абсолютно без каких-либо проблем. Будет выход у нас на точку А. Деннис будет принимающим здесь. Клауд Найн, в свою очередь, имеет два пистолета с Слэмми вместе с Скадудлом. Очень-очень грустный закуп. Раскидки имеются. Это позитивный момент. Опять же, смог в апартаменте. Там целых три игрока Клауд Найн. Им придется стоять здесь 14 секунд и ждать, когда... А нет, они не будут ждать. Они просто выходят через флешки. Крис Жей вместе с Деннисом. Принимают одного с другим. Деннис даблкил на Скадудла и Шрауда. Дальше будет падать у нас несчастный Слэмми. Межбулок он стоит и, скорее всего, падет последним. Именно так оно и происходит. Ну и Нико съедает просто, как булочки французские, но только, скажем так, гамбургеры американские. Своих противников падают под его натиском два последних игрока команды Клауд Найн. И вынуждены играть сейчас облачка у нас пистолетный экономический раунд. Но имеются раскидки. Возможно, это вновь будет выход на точку А. Да, так и есть. Есть камень-ножницы-бумага, а есть мышки против облачков. По-твоему, что из этих абстракций должно быть сильнее по логике вещей? Пока очень солидно выглядят мышки, даже несмотря на то, что они проигрывают со счетом 2-3. Солидные раунды абсолютно без каких-либо шансов забираются в копилку. Соглашусь с тобой. И здесь Клауд Найн вынуждены будут отдавать этот раунд, потому что девайсов нет. Очень сложно будет что-либо здесь противопоставить тому, что имеется у Мау Спортс на Апленте. Однако, хоть какие-то раскидки полетели. Да, нужно дальше действовать. Хорошая контур-флешка, кстати, замедляет движение американского коллектива. Ника вместе с Деннисом получает хорошую флешулю, но она никаким образом не срабатывает. Крижей тем временем падает, а точно выстрел здесь вертыгла. Стюи и Спиди отвечают на слэми. И здесь перестанавливаются американцы. Они ждут, когда Деннис выйдет. И он выходит, и его пуш, контур-пуш срабатывает на все 100%. Царит на троне Деннис, также на Тетрис, перепрыгивает из Кадудла, отбревает. И Стюи, окей, последний патрон и заканчивается у Денниса, но это не проблема. Он может переключиться на P250 и под аккомпанемент непопадающего Стюи может его забрать просто выстрелом в голову. 3-3. Почему Стюи так долго не попадал? Вот у меня главный вопрос, что вообще произошло. Это уже вопрос Стюи. Возможно, там еще какие-то отечественские проблемы у нас имеются не только со звуком, но и с экранами. Но в любом случае, это не проблема. С руками. Для Mousesports 3-3. Ну, опять же, дорогие друзья, ни в коем случае мы не обижаем ни от того из игроков. Да нет, мы шутим. На ваших экранах ребята из команды Mousesports, и они готовы перенимать палочку лидерства. Да, именно так оно и есть 3-3 у нас в счет слэми и компания. Выдвигаются в сторону миды. Мы уже помним, что они играли в весной раунд через мид. Они получали его. Mousesports спокойно его отдавали. Они играют довольно глубоко. Денис убивает Стюи. Напоминает, что он квадрокилл оформил в предыдущем раунде. Напин отвечает точным выстрелом Ника. Отспрейл просто в миде. Таким образом, позиция виндоу от Mousesports была потеряна. Ну, можно сделать мини-вывод у Стюи. Пока что не получается. Люрка действительно, но по мидлу имеется хорошая позиция для Cloud9. Для того, чтобы решить, куда же все-таки пойти. Или на Зиг, или это будет выход через коннектор. Да, Зиг. Бомба-то у нас подходит под Б. И будет выход на троечку. Именно на Nexa. Будем смотреть, как будет отрабатывать именно этот парень. Но еще и мини-то Стюи из Пиди, да. Который может еще и, скажем так, подломить атаку команды Cloud9. Слэмми, его выход из Пиди. Одного забирают на Nothing тут же отвечает. На размене неплохо сыграл. Вопрос в другом. Что? Он вообще не имел никакой информации по Nexa. Почему он не контролил эту точку? Он выкинул флешку и Nexa сработал. Грамотный контроль от него и грамотные тайминги. Крис с Жей тем временем отрабатывает еще и шрауда. Остается только скадодал этот парень. Один против троих. Однако вешает одну голову, но дальше у него уже не пошло. Nexa. Даблкил. Важнейший, по сути, фраги. Не сказать, что это сложнейшая для него была работа. Да, он просто пушил ЗЗ и работал по информации от игрока на апдауне. Но обычно бэплэнт это один-два человека. И вы не можете допускать, что только один человек в апдауне, а все остальное бэплэнт просто пустой. Либо на ЗЗ, либо на контроле апартаментов с минивэна или с какой-либо другой позиции типа Фореста должен быть один игрок. Вы не можете допустить себе таких ошибок, как на этом совершил. Да, Nexa вообще не читался у нас на близ дистанции возле Зига. Ну и, соответственно, воспользовался этим Йохан и Смаги. Два АВП, Нико и Кирис Жей. Появляется именно такой сетапчик. Вот команды Маус Спортс, Клауд, наверное, пока что подготавливают почву для того, чтобы выйти, возможно, на миды. Летят у нас смоки. Интересное решение от Маус Спортс работать на WVP, при том, что абсолютно большинство фрагов они берут на клоус-дистанциях и на выпадах. И, честно говоря, ну да ладно, посмотрим, что здесь будут демонстрировать парни. Они отдают опять мид. Мы помним, что в предыдущий раз для Нико закончилось фатально. Он просто-напросто получил маслину в окне. Теперь он решил играть более глубоко по отношению к одному из плентов. При этом он усиливает АПЛЕН, то есть там WVP находится сейчас, и два калаша играют, точнее, двое штурмовые плентовки, играют на АБ. Некс оформляет слэм и шраут, сразу отвечает на спиде. Некс успел забрать двоих, но это не помогает его команде, потому что БПЛЕН был бы за контролем, но теперь уже Маус Спортс будет играть от ретейка. Здесь, конечно же, спиде провалился, но есть еще над чем работать. Действительно, Нико и Крис Джейс. А ВП оба выходят, даже трое игроков команды Маус Спортс через Китчен. Это большая проблема, дорогие леди и джентльмены. У нас уже прострел ловит Крис Джей, пытается все-таки выйти через Китчен, но как же все-таки долго. Натанг отключает Криса Дейонга. Три на два ситуация. Деннис тоже проседает до ноля. Нико последний. Нужно выходить на сейв своего девайса. Здесь без шансов. Это было не три на три, на самом деле. Это было два ВП плюс штурмовая винтовка против трех штурмовых. И ясное дело, что довольно сложно было у Маус Спортс работать из-под ретейка. Мало того, они находились в одинаковой позиции, все втроем. То есть у них не было игрока, который мог бы отсаппортить им и сыграть ЗЗ или сыграть апартаменты. И по этой причине Маус Спортс оказались совершенно не у дел, вне позиции. И, честно говоря, но написал нафиг. Боже, что? А тут надо было удивиться. В любом случае, да, сейчас чат у нас взорвется. Это 100%. Да, это, конечно, Джордан Гилберт, который абсолютно не уважает своих соперников. Он просто не знает, сколько хеллспоинтов-то было. Но это неважно, дорогие друзья. У нас временная ничья вновь. Нико. Опять же, такие чудеса его движений. Мотаем на уст, дорогие друзья. Это, кстати, тот момент, о котором рассказывал Полон. Он говорил о том, что вы откидываете несколько смоковых вот на эту точку, несколько раундов подряд. Ваш противник их не чекает, и вы садитесь на этот угол и стреляете через сверху. Но здесь был другой момент. Здесь было слева от смоков. Нико очень грамотно от него сыграл. Крис Жей тем временем еще и уничтожил Сэмми. Деннис расправляется с катодом и полностью захлебывается атака от американского коллектива. Однако Сьюи находит этот фраг на спиде, но это всего лишь один фраг среди пятерых игроков. Мау Спортс. Да, и контроль бомбы у тех же самых мышек. У нас на сигарете пытается действовать Сьюи. Окей, его все-таки забревает Шраут. Последний на дефолте. Танцует за смоком. Замечает Нико, но не попадает этим выстрелом. Хотя казалось бы, что может. One tap от Некса. Также замечает он Денниса на Тетрисе. Но в любом случае будут большие проблемы. Нет бомбы. 56 секунд. Абсолютно слепой Шраут. Пытается что-то делать, борется. Но опять же таки, как же его дергает команда Мау Спортс. Очень грамотно все абсолютно отыгрывает. Но Шраут не сдается. Хоть кого-то пытается выцепить. Но в любом случае уже игрок у нас заходит через Дельпан. И это Нико. И он должен все-таки эти потоки заканчивать. Он этими занимается. 5-4. Опять же возвращаясь у нас к словам Фулина. Прыжок с окна на конструкцию. Ты знаешь, у нас не все проигроки даже смогут такое сделать. Я уверен. Я говорил в этой фишке, когда вы откидываете смок на мидл. Ваш противник к нему привыкает. И вы из-под него действуете. То есть ранняя агрессия при помощи смока на зэзэ. На мидл. И он говорил о том, что забраться туда легче всего, проще всего зэзэшки. Ясное дело, что прыгать с винду это довольно сложно. Это факт. Нико здесь демонстрирует то, что он явно сидел и нарабатывал это. И да, в этот раз ему не особо сильно помогло. То есть в принципе он не с этого угла залезал, а в конце концов убивал зэзэ. Просто стоя на нем с угла, который можно зайти чисто с бэпплента. Опять же, красота таких движений на 100% раскрывается в очень важных матчах. В важных моментах, когда человек просто может хладнокровно запрыгивать, совершать такие вот действия. Браво, Нико. Но в любом случае, Клауда могут попытаться взять этот раунд руками Шрауда. У него АК-47, единственный автоматический девайс в этом десятом по счету раунде. Ну и Тек-Найны от Скадудла, Стюит Окей, АП-250, Услэми и Наттинга на руках. Ждем мы, ждем мы выхода на Аплент. Мне кажется, Маус Спортс тоже ждут. Они сели дабл Дельпан плюс один джангл. Опять же, дабла находится на Б-планте, причем в таких позициях, из которых они довольно долго будут идти. Вопрос в том, что имеются контрраскидки у Маус Спортс, которые пролонгируют движение от Клауд Найн. И вполне возможно, что мы увидим, что Мауса успеют регруппироваться. Да, они просто дают Аплент, они просто решили на него забить. Однако Нико решил, что нет, не тут-то было. Он пойдет прямиком, смог играть на клоус-дистанции с МВП. Что происходит? Нафиг все еще его не видит. Однако Смок все еще не рассеялся и Нико не получил те маслины, которые явно заслужили в своей ранней агрессии. Какой же наглый этот боснец. Ну, бомба была установлена. Нико отключает Ска Дудла, единственный игрок, который пытался зайти в спину игрокам команды Маус Спортс. 56 хеллс-поинтов остается у Николаковича на тейт. Если палец у нас на тейт, тут же отлетает он от Нексус Спиди, оформляет дабл-килл. Стивит, окей, и Шрауд ничего не смогут поделать в этом раунде, ровно как и Слэмми, который просто уходит на сейф АК 47-го. Это дно. Вот что я скажу, дальше уже некуда падать, надо выигрывать пару-тройку раундов. Да, 4 раунда это неплохо, но экономика падает. И мы видим то, что по факту 4 раунда это один девайсный и 3 первых. То есть реальных девайсных раундов был взять только один. Это очень-очень печально. Это должно напрягать сейчас Cloud9. Сейчас у них не будет экономики, это означает то, что это будет 7-4, ну и дальше надо напрячься, дальше надо работать. Да, напрягает это не только Cloud9, но и людей, которые поставили на эту команду. Нико вновь окрессия от него только уже по направлению ковров. Деннис через дефолт, опять же таки хорошая позиция на выцелении хэдшота. То, о чем я говорил, дорогие друзья. В демонстрации в деле Деннис собирает Стюит ОК, Нико также отстреливает с Кадудла. Все через яму, у нас все кладутся абсолютно штабелями игроки команды Cloud9. Также Наттинг проседает до 17 хеллс-поинтов, 3 в 5. Здесь будет сложно. Ждем, ждем, когда Cloud9 решат уже в конце концов это слить. Можно засейвить АК-47, который находится у Натфинга. Но он, видимо, вообще его куда-то хочет. А, он дает его слэмми, окей. Ну и, в общем-то, двое из лордца сейчас должны пойти и умирать. Либо они хотят пройти на Б-планет и все-таки попробовать поставить эту бомбу. Имеется целую минуту до того, чтобы это реализовать. И да, да, именно штурмовая винтовка от слэми должна спасать ситуацию. Да, ровно так, как и тот самый слэммиг с АК-47. Единственный второй армор и девайс спиди. На него будет выход на точку байдут. Нужно работать вместе с Нексом и Крис-Джеем в связке. Но услуги спиди даже не понадобились. Последний Наттинг, он падает под АВП Крис-Джея. 7-4 и Мау Спорт с 7-мильными шагами подходят под победу в первой половине этой карты. Тактическая пауза от команды Cloud9. Да, именно так оно и есть, Tactical. Теперь уже люди могут говорить между друг другом, я имею в виду, конечно же, игроков. И обсуждать, что же с ними не так. Ну, с Cloud9 я уже говорил, вы берете только один девайсный раунд из всех. И это, конечно, довольно печально для них. И мы видим то, что задумчивость имеется. Вообще какого-то жесткого токотева никто не демонстрирует, не считая их шестого игрока. А именно тренера команды, который что-то там рассуждает. Говорит о том, что парни, мы готовили то, мы готовили это. Нужно контрить, вот опять же... Я даже не знаю, что здесь конкретно нужно контрить. Ощущается то, что вот эти все дефолтные заходы, они, да, проходят, окей. Но защитить бомбу или защитить хотя бы ту позицию, которую занимают американцы, не удается вообще никак. На ретейке немцы действуют безошибочно. Очень классные контур раскидки, очень классные врывы от Денниса. Мы помним, как он квадрокилл мутил. Очень хорошие действия от Нико, не считая чрезмерной агрессии. Опять же, его за это не наказывают. То есть американцам стоит действовать из-под ожидания ошибок определенных и агрессии ранее от немцев. И каким-то образом их на это наказывать, получать преимущество. Ты знаешь, вот такое чувство, что у нас Маус Спортс обсуждает игру больше, чем те же самые Клауд Найн. То есть как будто ничего не поменялось с момента той самой технической паузы, когда нельзя было разговаривать. Ну и пока более оживленными у нас выглядят ребята из команды Маус Спортс. Как обычно, Нико такой поджигает. Там парни, ну парню давайте тащить, я же тащу. Но на самом деле, как обычно, Нико является лидером. Да, вчера он не являлся лидером по Форокстату, но было и видно, что пару-тройку-четверку раундов он точно тащил за собой. И обсуждение идет, но какое-то вяленькое. Вообще, например, сколько я смотрю на Стюи, он вообще всегда очень молчалив, очень спокоен. Азиатского происхождения игроки, в принципе, такого формата мы можем посмотреть на Тайлу. Они тоже не так много кричат, как, например, их сородичи по Доте. Там вообще сумасшествие обычно творится. Тут я не соглашусь, они так орут эти Тайлу, да. Окей, тогда как и Дотера. В любом случае, там, ну, нокаут страсти есть. Действительно, у нас просто Ор стоит, когда Тайлу играет. Ну и Мау Спортс, Клауд Найн, есть АВП от Скадудла, который он пытается реализовать по направлению мидла. Выцелит как Зиг, так и коннектор. Окно пока за смоком. Ну и Крис Джей, выйдет ли или нет? Ждут, ждут Клауд Найн, вот эту агрессию на мид. Они, опять же, да, помнят раунды, которые демонстрировала Ника. И они ждут, они ждут этих ошибок. Из-под них надо играть. Нужны опенфраги, нужно дальше реализовать преимущество и играть в большинстве. Не хочется 5 на 5 играть. Они уже несколько раз это демонстрировали. Ну, и Крис Джей все-таки сносит шрауда. Не ожидали они снайперскую винтовку на ЗЗ увидеть. Замечу я, что это первая, по-моему, снайперская винтовка на ЗЗ. Ника тем временем еще и срубает с коннектора нафинга. Ну и все. Клауд Найн снова начинает с того, что они играют в меньшинстве и пытаются выйти на Аплент. Да, но скаду дала. Открывается на Нико, на Дельпане падает у нас игрок команды Мауспорт. Денниса почему-то никто вообще не чекает. Деннис еще и второго открывается. Боже мой, какой хэдшот поставил он второй, но уже от Слэми залетает та самая каска. Но это не проблема, потому что хороший тайминг от Крис Джей. Он заходил с Дельпана и просто нажимал на левую кнопку мыши. 8-4. Двойное преимущество по раундам. Победа на первой половине карты. Мауспорт, поздравляем. Пока что все идет под их аккомпанемент, под эту диктовку. Я чувствую фейспалм от уха, потому что Деннис сидел на этой позиции раунду в 5 минимум. Вот он оттуда отстреливал и апартаменты, и парней, которые выходят из ямы. Киньте вы туда Молотова. Боже мой, пожалуйста, сделайте его флэшап так называемый. То есть заставьте его выйти из позиции и на перетяжке убейте его. Это же легчайшая тема. Но мы видим то, что Cloud9, несмотря на тактическую паузу, они не расшифровали позицию Денниса, которую он занимал несколько раз. И я не смеюсь, что то же самое ухо расскажет об этом на аналитике, потому что такие вещи, они бросаются в глаза очень-очень сильно. Да, мы видим карту сверху, да, мы видим всех. Но у вас же есть тренер, у вас же есть шестой игрок. Некс принимает клоуз дистанции, получает сразу же флэшку. Спидия с Фореста. Посмотрим, что у него получится. Он убивает одного. Слэми валится вместе со Стюи. Дальше падает еще и Скадудл. Ну и, в общем-то, Cloud9 отыграли совершенно нулевый экономический раунд. Ну и здесь вопрос, вот вы бросаете флэшку, почему бы не выйти под нее? Ну то есть, да, там был флэш также от того же самого Спидии, мы не увидели, но был там вот зазорчик довольно-таки небольшой для команды Cloud9, чтобы выйти под ту самую флэшку, от которой... Это весь мой комментарий сейчас. От которой ослеп у нас товарищ Йоханнес Некс Магетт, но здесь не получилось. У Cloud9 хоть что-то противопоставить. Возможно, в этом раунде уже в 14-м по счету предпоследний в первой половине Спидии простреливает Скадудла. Это, конечно же, вагбан. Ну, в любом случае, шутка. Ну и в Натанга тоже чуть не простреляют. 81 хеллспоинт получается сохранить свою жизнь и также забрать QG на этой агрессии. Слушай, а нафиг-то, может быть, лучше будет Скадудл стрелять? Я даже не знаю. У него сока 47-м, последние два дня не очень получается. Может, салапом будет немного получше. Денис тем временем врывается под флэшку на яму. Не видит он Слэйми, а Слэйми сидит и ждет его. И Слэйми, как теперешний, скажем так, один из лидеров в плане капитанства тактик команды Cloud9. Как же он разминает сейчас своим соперникам. Разошлись, не сошлись те самые пути. Денис не стал ржать дальше, но и правильно сделал. Стьюй Тюкей пока что на выцеливании выхода через ковры будет находиться и все-таки будет у нас заходить. Денис собирает информацию, получает ее о том, что два игрока команды Cloud9 готовы выйти через яму. Вместе с бомбой, замечу я, он ее заспотил. С этим есть информация для Мау Спортс. Немцы пока что играют 2-2. Держатся вдвоем на б-планте, причем в таких позициях, что, в принципе, быстро прибегут. Денис! Точнее, Ника, прошу прощения, уничтожая Стьюй. Никто не смотрел на позицию Дениса. Все еще, кстати, по-моему, она неизвестна. Для игроков атаки нафинг сносит голову Ника. И никто не чекает под балконом. Шикарная флешка залетает вместе со спреем от Спиди. И таким образом и нафинг Жуау теряет собственной жизни. 10-4. Что происходит с американцами? Их просто нивелируют и сравнивают с земельчкой. Поговорим о хорошем. Хочется отметить грамотные действия команды Мау Спортс при равном размене. Ситуация 4 в 4. И тут же идет поджим ямы. То есть сбор информации от Дениса. Опять же-таки грамотнейшее действие. Под флешечку все у нас происходит. Ну и, соответственно, забираются раунды, которые должны забираться. Пока что более грамотно, более импортно смотрится у нас команда Мау Спортс в этом сражении. Да, это не мудрено. Все так же у нас предполагали аналитики. Во всяком случае, Есения об этом говорил. Ну и что ж, Крис Джей пропускает противника. Опять же-таки инфа пошла, что Смоук в Зиге, потому будет выход на точку Б. Если они этот раунд проигрывают, то это реально уже будет дно. То есть это не 5 раундов. Это означает то, что шансов на то, что выиграть на второй половине будет чрезвычайно мало. И, судя по всему, именно к этому и идет. Потому что Крис Джей уничтожает своими дальше. Есть все возможности отправить шраунды на следующий раунд. И то же самое происходит прямиком с Кадудлом. Ну и сейчас в Сан-Франциско отправится и нафинг. Очень-очень печальная ситуация для Клауд Найн. Соединенные Штаты Америки на этом чемпионате пока не демонстрируют. Здесь нужно не в Сан-Франциско, а здесь нужно просто в какой-то Техас отправлять. В Салате и в Библию учить. В Остин, например, там у нас или я не знаю даже в какой город. В любом случае здесь Клауд Найн. Ну, скажем так, продемонстрировали то, что они не совершили, не сделали ту самую домашнюю работу над ошибками. Возвращаются те самые облака, у которых не получалось абсолютно ничего. То есть против более-менее грамотных действий, в первую очередь, дефенса. Да, ну и двухминутная пауза у нас рекламная на официальном стриме. Поэтому у нас есть время немножечко отдохнуть. Что касается немцев, да, все у них работает. Даже Крис Джей начал стрелять. Но он уже начал стрелять уже то, что уже совсем уже к нему в руки шло. То есть там буквально, пожалуйста, нажми на левую кнопку мышки. Ну и, в общем, так оно и работало у него. Ну, Ник взял в свои руки второй АВП. Парни, я отвечаю за Аплент. Я контролю коннектор, я контролю окно. Из окна меня выбивает, я все еще контролю коннектор. Потом просто выбиваю людей, которые выходят из апартаментов. Опять же, он помогал очень классно Деннису в предпоследнем раунде, где Деннис не спалил свою позицию на верхнем балконе. И потом смог еще очень-очень жестко ассистировать своим тиммейтам при контроле ямы. В общем, американцы вроде как пытались что-то сделать при помощи тактической паузы. Но мы видим то, что да, реально очень слабый ток внутри команды. Люди не меняются мнениями. Они слушают только тренера шестого игрока, который, опять же, да, позиция Денниса. Позиция Денниса — это вот такой краеугольный камень, на мой взгляд, идеальный пример того, что происходит с американцами. Они точно знают то, что он там сидит на регулярной основе, и они вообще ничего не делают, чтобы эту позицию... Плюс данная позиция, она обычно выкуривается игроком, который выходит через ковры. Опять же, такие несинхронные выходы от команды Cloud9. Ну и возвращаясь к Нику, которая отработала у нас на все 100% в мидле, заметила такой момент. Много игроков, которые как раз-таки отвечают у нас за окно на карте Мираж в защите, при виде смока, который летит на данную позицию, они просто блочат его своим телом. Нико даже не пытается это делать. Он даже уже замечает на горизонте тот самый смок, он тут же производит ротацию на коннектор, или, может быть, на тот самый Дельпан, откуда он убивает противников через, опять же, тот самый коннектор на мидле. Ну, скажем так, пока что ротации очень крутые именно от этого игрока. Да. Опять же, о чем мы говорили, чем он ценен для других команд, которые его в свои составы приглашают? Тем, что он играет на самой сложной позиции в команде Mouth Sports, на перетяжках. Это всегда самая тяжелая работа. Потому что у тебя должен быть максимально грамотный тайминг, понимание передвижения, понимание позиционки. Это, наверное, первое, а потом идет люркер. Да, и тут получается, что Нико, он замечает ту самую гранату дымовую, которая летит на горизонте, он уже начинает ротацию, он понимает приблизительно в своем уме, сколько секунд понадобится этой гранате, чтобы туда упасть, взорваться, и там он уже готов на Дельпане принимать коннектор. Это, конечно же, мастерство контур-страйка, ну и чего-чего, а этого у него нет, имяш. Это точно какой красивый. Улыбка на все 30 с плюсом. Ну и хладнокровный Николай Ковач и компания Деннис по правую руку и Спиди по левую. Ну и Слэмми, ты знаешь, вечный траур у этого парня. Ты по поводу его лица? Да, да. Ну, а у Стюи, например, просто спокойствие бесконечное. Ну и да, по факту, может быть, парни темы славятся, что могут именно на спокойствие выезжать. Мы смотрели множество вот этих мини-видео от Valve, и множество игроков говорили, что именно мое спокойствие – это мое все. А хотя другие, наоборот, говорили о том, что эмоции – это самое важное. Скадудл убил босница. А мы знаем, что по статистике, если Нико покидает первым танцпол, то его команда проигрывает раунд. Но, ну, в большинстве абсолютном случае. Но здесь уже сравняли по 4-4, и посмотрим, что же будет делать Маусборд. С деглом был Нико. Очень интересное наблюдение. В последнее время очень часто он берет. Но здесь не прокатило. Скадудл был более успешен с USP SA. Слеми пока что составляет у нас компанию. Скадудл на мидле. Шрауд один-одинешник на форусе стоит на выцелении выхода на точку B. А туда как раз-таки подходит кавалькада игроков команды Маусспорт. Замечу, что в Слеми со Шраудом играют через пэду тысячные. И один из них на форусе, на такой дистанции, на которой, в принципе, USP тоже замечательно смотрится. Скрижей, тем временем, откидывает голову Шрауду. Скадудл, USP double headshot. Шикарная работа от этого снайпер команды Cloud9. Но и здесь какие халявные плюшки. Залетает еще и на спиде. Остается только Некс. Некс неплохо смотрелся на Dust2, но здесь на этом пистолетном раунде несовладание случилось с ним и его командой. Хочет Скадудл возвращаться, хочет тащить и демонстрировать этот самый камбэк, дорогие друзья. Но пока что первый кирпичик был возложен. Ну, подожди. На первой половине было ровно то же самое. Американцы взяли пистолетный, взяли еще два раунда. У них было три. И на протяжении всей оставшейся первой половины они взяли один раунд. Что означает, что здесь они могут взять, окей, пистолетный, потом антифорсбай. Допустим, как сейчас демонстрирует Моу Спорт, несмотря на то, что они поставили бомбу, они могли бы, в принципе, играть экономически, чтобы выйти на девайсы в третьем. Но это не так важно сейчас. Важно то, что Cloud9, если берут пистолетный и после них два раунда, то это всего шесть раундов. Чтобы выиграть, нужно десять еще. Поэтому пока что это смотрится не как камбэк, а как, ну, ладно, хороший пистолетный, который, в принципе, скорее Моу Спортс проиграли сами себе. Да, если бы не Скадула, все было бы очень печально. У нас раскидка на точку Б пошла. С Маки на плент. Флэмми уже забирает Денниса. Тот приземляется холодным мертвым телом на землю. Скадула также отрабатывает шраунд. Вместе с ним спиди. И Нэкс падает. Нико только одним фрагом отметился в этом раунде. И Крис Джей последний. Восемь хайлспоинтов. У него бомба на руках. Почему-то бомба выходила последней. Я оглянулся посмотреть, оглянулась ли она. А бомба выходила. Ну, в общем, Cloud9, кстати, уже были там, когда немцы выезжали. Это довольно своеобразно. То есть, я так понимаю, что они стояли чуть ли не вчетвером на ОБ. Или, в самом случае, перетяжка была довольно близкая. То есть, на Аппленте это был либо Дельфон, либо Джангл. И Cloud9. Cloud9 совладали уже во второй раз. Мауспорт вынужден играть на экономическом. Сейчас сливать на миде. Замечу я и Нэффинг с Фамосом на Windows. Да, есть возможность показать хайлайт Нэффингу, но все-таки сгоняет. Просто уходит на более сейвовую позицию. Тут же буст от игроков команды Мауспорт. Слэмми. Ну, выйди ты чуть дальше и проверь эту точку. Нэффинг отлетает у нас на джунглях. Деннис этим занимается и также подбирает Фамос на сигарете с Кадудл. Боже, какие тайминги. С Тюви. С Тюви хорошо. Работа против Денниса. Дальше Кадудл. Принимает на себя вахту. Уже отрубил практически все хп у Криса Джея. Хорошая работа еще и по Нексус. Миди валится предпоследним. Ну и Нико с Крисом Джеем остались не удел, потеряв бомбу у коннектора. Ну и здесь, да, без шансов абсолютно. Красный Крис Джея. Боже, засовывает просто... Свой ствол. Кое-куда, да. Да, Глок 18. С Тюви таки отлетает. А ЮМП 45 у Крис Джея. Нико также пробрался каким-то образом просто в Китчен. Также забирает слэми. Перестрелка с Шраудом пока ничем не заканчивается. Заканчивается тем, что у Нико остается 17 хп. Он вынужден действовать агрессивно, потому что бомба не на руках. Нужно выходить или через коннектор, или выбирать выход на джунгли. Все-таки это будет коннектор. Ну и здесь Шрауд вместе с Кадудлом, конечно же, не должны отдавать такой раунд. Хотя не будем загадывать. Это Нико. Нико Кович. Нико Кович. Да, этот парень может. Да, у него нет хп. Да, у противника целых два ствола. Но кто же его знает. С Кадудлом опять же с Юспиком один единственный выстрел. Хватит ему того, чтобы убить Ника. И ждут, и ждут парни все-таки контролят эту бомбу. Он еще и забрал ее. Не, вообще у него было время, чтобы зайти туда. Ну не то, чтобы много. Но все же он решает остаться здесь 17 секунд доиграть. На Апланете ничего не получается. Однако, Мау Спортс на экономическом выбивает целых три девайса из Cloud9, что довольно неприятно для облачков. Ну и, в общем-то, теперь мышки готовы играть через Галилы и 4 АК 47. Да, именно такой набор и АВП от Скадудла. Тайлер, который будет отвечать у нас за мидл. И, конечно же, у него на руках большая сейчас работа может появиться. Некс тоже получает под себя смог при выходе на яму. Ну и пока что агрессия от команды Мау Спортс пресекается. Но, опять же-таки, они готовы выйти по направлению точки А. Будет раскидка. Да, именно так оно и будет. Причем дефолтно ни одного игрока у Мау Спортс не находится на позиции апартаментов. Поэтому никто не сможет перекрыть пару-тройку точек, которые должны были бы. Ну и Стюи раздамажил сейчас Денниса. Уходит с позиции Дельпана. Очень жестко прожгло сейчас. И Скадудл все пытается найти свой фраг через АВП. Однако несколько флешек не дают ему это адекватно сделать. Он пропускает сквозь смог своего оппонента. Нафиг начинает спрейдить по своему тиммейту. Происходит тотальная неразбериха. Это хаос Деннис убивает Скадудла. Нафиг все еще держится на коннекторе. И бомба все еще не поставлена. Мау Спортс держит этот тайминг. Нафиг отдается сам на Некс со своей недовольной своеобразной агрессией. Хотя опять же у тиммейта ничем не могли ему помочь. Потому что там бывала смоковая завеса на Дельпане. Шраут справился на Денниса. И Стюи остался с лоу хп. Да, 34 хп на двоих сейчас у ребят из команды Cloud9. Бомба поставлена у нас на коннектор. Ну и здесь Мауза должны забирать раунд. Хотя если по одному поломится, то могут быть большие проблемы. Но мы так знаем, что команда Мауз не того калибра. Они не будут по одному выходить. Только Некс сейчас за сигаретой развлекает своих противников. Опять же таки дает информацию стоящему на дефолтном ящике. Крис Джей. Некс все-таки падает. Шраут его отрабатывает. И также забирает Нику Шраут. Еще и Крис Джей. Боже мой. Как же отдают этот раунд ребят из команды Мауз Спортс? Казалось бы, хорошей позиции, но почему-то Некс постоянно хотел выйти. Ну и вышел прямо на спрей своего противника. На самом деле важнейший фраг был Астюи, который мы не увидели. Нико находился на коннекторе. Это тот парень, который мог одним спреем убить двух Cloud9-овцев, потому что они выходили в линеечку для него. И они не наблюдали именно этот коннектор. То есть нужно было бороться против парней на планте. Но Астюи очень еще и грамотно развернулся. И одним выстрелом со скаута откинул голову Нико. И сейчас наверняка у этого босницы суперсильно горит. Потому как ситуация была стопроцентно выигрышная для Мауз Спортс. Они отдали ее совершенно халяву. И Cloud9 начинает возвращаться в эту карту, что довольно интересно. Нико. 65 хп и 43 хп у Дениса остается после очень-очень симпатичной сладенькой хаешки. И Стюи отрабатывает Дениса межбулок. Ювелирная хаешка залетает. Ну и ювелирные выстрелы от Стюи от УК. И Nothing Gone. Некс падает. Крис Джей тоже отправляется в ад к спиде. И Нико отвечает. Стюи от УК из Кадудл падает. Ну и здесь возможно даже смогут поставить бомбу. Опять же таки смакает. Еще и действует Нико. Нико 60 хп в шраут. Не пушит позицию своего противника. Все-таки решил у нас Нико выйти и прямо на прицел к своему врагу. Ну и спиде здесь в ситуации, в которой не позавидуешь. Лэмми его добирает под коврами. Девятый раунд для Cloud9. Да. Слушайте. Парни вас пряли. Прямо из мертвых. Конечно же вторая половина. Они играют на сильной стороне. Это логично совершенно. 20-й раунд выходит в их пользу. И уже 11-9. Это совершенно не тот счет, который выглядел для Cloud9 очень страшно. 11-4, напоминаю, было на первой половине. Маус-портсы еще не могут не вытащить ни одного раунда. Точнее не могут вытащить. И это для них выглядит довольно серьезно. И тот самый камбэк. Камбэк из Рилла, о котором мы говорили. 5 раундов подряд серия от облачков. Ну что ж, посмотрим. Пока что все имеется для того, чтобы выйти не только на временную ничью, но может быть даже вперед. Cloud9. 14 на 14. Скадудл пока более эффективный. Игрок встанет своей командой. Пытается действовать через коннектор вместе с Nothing в спиде. Уже занимает ящики на топ-мидле. Идет раскидка. И по центральной позиции пытается у нас продавить команду Mouth Sports. Ника движется в сторону мида. У него, у Cloud9 было несколько попыток законтролить мид. Причем очень-очень удачно. Что касается Mouth Sports. Они пока что не двигались в эту сторону. Крис Жей начинает с того, что уничтожает Слэми. Ну и дальше мы видим то, что в меньшинстве остается американский коллектив, который все еще не движется особо на перетяжках. Пока что работает Nothing. Он двигается от джангла. И с Аскадудлом они вдвоем находятся в этой позиции, в которой в предыдущий раз у них не очень грамотно получалось справляться. Однако, даже несмотря на все отдачи, Cloud9 смогли совладать с поставленной задачей. Но и дальше Mouth Sports двигается в сторону B-Plant. Да, здесь Шраут будет принимать на опорной позиции. Да, бомбу должен забрать Nex. И все смотрится как действительно выход на то самое B. Но не факт. Деннис у нас на коннекторе будет создавать эффект присутствия. За сигаретой у нас заметил отходящего над эльпом игрока команды Cloud9. Но пока никуда не спешат у нас мышки. Будет выход у нас просто через джунгли. Тоже бомба выходит у нас через миддл. И Скадудл выходит прямо на прицел к Нико, который не дрожит. Один выстрел, один хэдшот. Нико также отрабатывает Стютуке, который пытался действовать у нас через Дельпан. Шраут уже в этой позиции более успешен, чем его павшие тиммейты. Но большая проблема состоит в том, что имеется еще численное преимущество в стане команды Мау Спортс. Бомба устанавливается. Деннис прострелом забирает в голову Шрауда. И последний Наттинг, он красный, нужно сейвить. Нужно. Нужно засейвить последний девайс. И это первый выигрышный раунд для Мау Спортс на второй половине. Что означает то, что они в конце концов завладались атакой. Замечуя, что все это время они ломились на Аплэнд. И ни разу не использовали миддл практически. И это означает, ну в смысле я имею в виду по назначению именно выхода на Бэплэнд. И в этот раз у них более-менее адекватно получилось. Да, мы видим то, что Мау Спортс смогли реализовать именно свой АИМ, который имеется теперь еще у Дениса. Вчера, например, Денис находился в самом низу вместе со своим товарищем Крис Джейм. А, хотя Спиди был самым-самым лоу-скильным вчера по вопросу Фракстата. Однако, получается, что у Мау Спортс, а именно у Ника появляются тиммейты, которые наконец-таки могут втаскивать, даже когда у Ника не получается что-либо делать. Даже когда Ника отдается первым. И если посмотреть сейчас по Фракстату, то рядом с Ника находятся и Некс, и Денис, и Крис Джейм. И это довольно симпатичная для них ситуация. Что касается американского коллектива, Слэмми куда-то ушел. Просто-напросто попить чаек. Шесть фрагов у него имеется. Десяточка у Шрауда. Ну и топ Фракстат Устьюи с его пятнадцатью фрагами. Да, Слэмми, конечно же, пока не может включиться. Первый раунд для Мау Спортс. Предыдущий Скадудл. Наконец-то первый минус у нас из АВП. Следующий, возможно, последует, но с другой позиции. Тут же Скадудл играет очень пластично. Перетягивается на окно для выцеления выхода через метро. У нас тут балет. Пластичные движения игроков или моделек. Я уже не знаю. Мау Спортс, в свою очередь, все еще продолжает контролировать мид. У них в предыдущий раз это получилось. И сейчас тоже хотелось бы, опять же, Спиде умер первым. Он довольно часто, кстати, опен фраги. Денис с тем временем движется в сторону коннектора. Прочекал. Ну и Мау Спортс еще имеет возможность выбирать между А и Б планетом. У них на это есть минута двенадцать секунд. И Клауд Найн играет очень и очень глубокую защиту позиции Скадудла. Это просто контроль выхода, точнее, даже не выхода на окно, а выхода с окна на Аплэнд, с КТ сайда, КТ спауна, точнее, очень-очень глубоко. Пассивно, пассивно играют у нас ребята из команды Клауд Найн. Они знают, что они в роли догоняющих, потому не стоит испытывать стрельбу против таких игроков, как ребята из Мау Спортс. Буст от Крис Джея. На сигарете пытается он выцепить кого-то из своих противников на точке Б. У нас там Шрау танцует за путь. Опять же таки дотанцевался парень. Путь с землей уже находится, действительно, там его закопал Крис Джей. Выход от Нико. Слэми на пленте. Опять же таки Слэми нужно вступать. Именно в этом раунде нужно тащить для своей команды Нико. На выцеление абсолютно всех позиций. Стюэд ОК отлетает. Хедшот от Денниса. Нико забирает Слэми. Скадудл отвечает, но этого недостаточно. Деннис у нас будет заходить в спину. Нужно хотя бы кому-то отвернуться. Нужно законтролить спину. Но опять же таки Деннис не спешит. Мы знаем, что бомба не поставлена на Натанк. За плентом забирает. И Некст и Крис Джей. Боже мой, какой фейл. Никто не прощекал за плентом. Три секунды, две. До конца Деннис не успевает. Но Натанка хотя бы забирает. Ну и падает от скадула. Как они выстрелились в линейку? Почему они выстрелились в линейку без контроля двери из Китчена? Это что-то невероятное. И после раунда погибает у нас Деннис. Шестьсот пятьдесят долларов будет у него на этот двадцать третий по счету раунд. Вот он повтор. Хотя, да, очень-очень краткий. Но это было очень и очень грустно со стороны Мау Спортс. Сейчас они остаются без экономики. Скадула еще и оформляет опен фраг на боснийца. И таким образом Мау Спортс остается в меньшинстве. Так точно, сэр. И тут действительно будет очень сложно. Только одна флешка от Спиди. С таким набором ты никуда не выйдешь на карте Мираж. Но опять же могут поломиться у нас Клауда. Могут ошибиться. И как раз таки на это рассчитываю. У нас с нами пятая из команды Мау Спортс. Стиву так ее не выпускает из коннектора Денниса. Уже картина раунда маслом. И рисует ее Боб Розли команды Мау Спортс. Они должны проигрывать. Будет счет 12-11. Ну и Клауд Найн. Стальные, скажем так, демонстрируют нам части тела, которые помогают им уже который раунд тащить. Да, и при этом Стиву еще и нашел второй фраг за 600 рублясов. Опять же он взял себе фармган. Сделал 2 кила. Возможно даже третий сейчас найдет. Да, находит третий. Таким образом он вытаскивает 1800 деревянненьких. Ну и соответственно с этим Клауд Найн чувствует себя уже в своей тарелке. Они на сильной стороне. Мде Миража. Мау Спортс здесь нужно будет попотеть, чтобы продемонстрировать что-то свеженькое. Потому что судя по всему идеи закончились. А когда вы выходите на бэплэн первый раз за вторую половину и у вас не удается именно из-за тотального фейла, который вы позволяете сами себе совершить, то, конечно, деморализация очень-очень большая. Мы помним то, что у Мау Спортс одна из главных проблем, если брать стратегию, это невозможность закрытия карт. Очень часто они являются лидирующей командой на противостоянии и дальше отдают на концах. Они специально взяли себе второго тренера, как они заявляли, чтобы ликвидировать эту проблему. Но мы видим то, что в данный момент, да, вчера они выиграли, да, у них получилось завершить карту свою пользу, несмотря на допы, то сейчас все очень-очень смотрится страшно. Да уж, Некс, опять же-таки, открывается на стюйтуке. Тек-9 работает на все 100% в этом раунде. Криджейс АВП будет просто через яму у нас действовать на Дельпаниска Дудл. И кто же все-таки какого будет дуэль с Найпером. Но я напоминаю, что еще есть у нас действующий через коннектор Натанг. Так, и нужно ему тоже хоть кого-то забивать. Некс еще одну голову находит в Слэме. Да что ж ты будешь делать, Нико? Перестреливает Ска Дудл с АВП. Напоминаю, был Тайлер. Ну и без шансов. Некс уже оформляет трипл килл в этом раунде. И Криджей находит шрауда. Это 13-11. Ну и что же случилось с Клауд Найн в предыдущем раунде? С сервис порошком просто-напросто сделали все очень грамотно по иму и раскидкам. Клауд Найн в ответ. Сейчас смогут в последний раз закупиться. Если они проигрывают этот раунд, дальше им придется играть с экономическим. Это означает то, что Мау Спортс будет на 15. И это слишком плохо. Так что сейчас или никогда Клауд Найн нужно напрячься. В принципе, уже окончание карты всем нужно напрягаться. Это прекрасно понятно. Но у Мау Спортс еще имеется определенные возможности на ошибки. И им еще их простят. А вот в случае с Клауд Найн это совершенно не так. Занимается мидл, центральная позиция команды Мау Спортс. Нужно от нее танцевать. Деннис также чекает у нас коннектор. Как же все-таки опытно у нас действуют ребята из команды Мау Спортс по параметру именно зонирования смоками и выцеливания отдельно взятых позиций. Опять же таки там имеется островок просвета, через который Деннис может увидеть Стюитокея при попытке его выхода на чек коннектора. Вновь подсаживается Крис Джей на сигарету и будет выцеливать игроков на Флэнтия Би. А там у нас находится Слэмми и, если я не ошибаюсь, Шрауд. Да, именно они сейчас двигаются здесь. Причем трипла на Бэтлэнте и Крис Джей уничтожает Шрауда. Дальше Скадудл попробует хоть кого-то оформить. Слэмми вместе со Стюи. Добили спидем вместе с Денисом. Дальше неточная стрельба от Скадула. Его пушат в упор. Слэмми в спинку почесал немножко босницы. И Ника уже отправился в следующий раунд. Ну и мы видим то, что Мау Спортс не смогли поставить бомбу, что для них очень и очень серьезная проблема. Однако Некс решает половину вопросов. Слэмми получил спину от него. Опять же Слэмми решил в одиночку просто действовать. Зачем? Бомба не поставлена. Но в любом случае у него там возможно не было никаких других опций. Нужно было или выходить на агрессию, или быть просто запушенным. Некс проседает. 16 хеллспоинтов. Сотый практически у нас Крис Джей. 93% здоровья у него. Ну и пока что фейк. Фейк плент. Ну, Стьюи, конечно, такие вещи не байтится. Он все еще пытается сканировать местные. Стьюи получает здесь флешку на апартаментах. Опять же, информация у Мау Спортс о одном игроке имеется. А вот Стьюи проходит просто спину. Его никто не контролит. Однако Крис Джей. Дабл киилл. Шикарнейшая работа в окончании этого раунда от голландца. Такого мы вчера от него, например, не ожидали. Сегодня этот парень уже оформляет 20-й свой килл за 25 раундов. Очень классный клатч. Момент от него. Несмотря на то, что его тиммейт вообще ничего не смог сделать, однако сыграл роль груши и отвлекающего момента от снайпера. То, о чем мы говорили. Вчера у нас тащили Нику и Некс, но наконец-то Крис Джей подключается. Хэтрик в предыдущем раунде, дорогие друзья. Ну и сейчас большие проблемы по экономике. У команды Cloud9 вынуждены играть с пистолетами. Это все P250, а также есть у нас Smokey флешка от Slammy, флешка от Nothing. Ну и интересно, куда же они будут задействованы. Опять же, возможно, стоило запушить своих оппонентов для того, чтобы вывести хоть какие-то девайсы. Стоило бы, однако они сидят. И, кстати, замечу я то, что Cloud9 раунд за раундом отдают middle. Я не смеюсь, что Сеня и Ухо будут это обсуждать с позитивной или негативной стороны, но все же, все же Малоспортс очень часто без всякого боя контролит middle. То же самое, кстати, касалось первой половины. И Mousa использует очень-очень эффективно этот спот. И дальше выходит на то же самое B и на A, расшатывая Cloud9. Смотря на то, что, кстати, Cloud9 очень часто угадывают. То есть три плана B, например, принимала сейчас. И уже должны были, наверное, американцы совладать, потому как и были девайсы. Было целых три игрока на B-планте. Не сказать, что, мол, спортс демонстрировали какие-то невероятные раскидки. Ника сел вообще и показал спину Слэмми. То есть там халявнейший фраг был уже на пришедшего чувака с перетяжки. Так что даже не знаю, что здесь сообщить. Cloud9 просто в самые важные моменты валятся и отдают важнейшие раунды, потому что Mousa Sports уже выходит на 15-й практически. И считайте, этот экономический раунд. Имеют они билетик действительно на матч-поинт. И сейчас будут вырываться просто всем своим скоплением. Через коннектор также действует у нас Next. Через яму Слэмми замечает всех своих противников. И это последнее, что он увидел в этом раунде. Деннис его забирает на Дельпане. Ну и раскидка пошла уже. Маус Sports думает, что кто-то еще поджимал нас ковры. Но они уж слишком хорошо думают о игрока Cloud9. Все они были на укреплении B-планта. Стюит окей. Тем не менее, отрабатывает Крис Джей. Нико Деннис отвечает на Наттинге. Шрауди. Бомба установлена. У Скадула появляется, кстати, АВП. Трофейная. И нужно уходить на его сей. Потому что по экономике не все так, как бы хотелось облачкам. Ну, в любом случае, им придется делать All-In. Тут без вариантов. Если засейвить этот АВП, то будет не так уж плохо. Ну и Мауза идут прямым ходом к победе на этой карте. Соответственно, на этом противостоянии. Потому что, например, у нас форматы матчей сегодня, вчера и завтра, и послезавтра. Это Best of One. И, конечно же, много различных случайностей происходит, но здесь Мауз Спортс достаточно симпатично смотрится. И напомню, что они не брали пистолетный раунд. Они-то выехали со своим счетом на атаки именно за счет девайсных, в отличие от Cloud9. И это достойно смотрится. Да, когда ты проиграешь обе пистолетки, но потом все-таки тащишь карту. Но это говорит о классе команды, о уверенности в первую очередь 5К47. Именно с таким набором девайсов будут действовать Мауз Спортс. АВП от Скадудла, как мы уже заявляли ранее. Famous Nothing 3. Кальта от Стюит Укея и Слэмми. Шраут тоже с этим девайсом. Но и Nothing будет принимать в первом выход от своих соперников на коннекторе. Пока что откидка хорошей флешки. Деннис абсолютно слепущий. Падает. Но еще есть работа от Скадудла. Да, Nothing смог. Но, однако, Ника вместе с Next отвечает на Стюи и Nothing. Дальше Слэмми просто в упор вставляет свой разогреченный ствол. И дальше Ника за Спиди вынуждена будет разбираться с тремя игроками Cloud9. Однако Ника падает после точного выстрела Скадудла из АВП. Спиди в ответ. Откидывает голову Слэмми. И уже теперь Шраут с Скадудлом борется против аутсайдер команды Мауз Спортс. Однако сейчас либо он берет. И его команда уже выигрывает. Спиди откидывает голову Шрауту. Неужели Скадудл здесь не справится с АВПом? Слэй, какой флейкшот сладчайший влетает. И это 15-12 на самом нервном раунде для Cloud9. Да, такие фраги видят действительно сплошное удовольствие, дорогие друзья. Есть надежда. Сохраняется она Тайлером Лэтхемом. Ника 24 на 16. Абсолютно все игроки команды Мауз Спортс идут ровненько, за исключением Спиди. Но опять же таки Спиди у нас в основном оказывается неуделом. Игрок, который должен разменивать. Ну и у него это пока что не получается. Закупаются ребята из команды Cloud9. Нужно два фамуса. Тот же АВП от Скадудла, как и в прошлом раунде. Мы, конечно же, ждем таких киллов. Ну и Cloud9 нащупали дно. Дальше уже падать некуда. Это 15 раундов для Мауз Спортс. Да, предыдущие они взяли, но нужно выигрывать еще три для того, чтобы ходить хотя бы на допы. Ну и, соответственно, с этим победы кратчайшие уже ждать не приходится. Опять же, я голосую за допы просто потому, что мне нравится, когда парни начинают уже жестко потеть. Да, это 10-тысячные допы. Да, не всем они нравятся. Однако, жизнь сложная штука. Не всегда получаешь то, что ты хочешь. Но Мауз Спортс у них еще есть несколько шансов для того, чтобы показать, что они достойны. Возможно. Возможно, порадуют нас первыми допами сегодняшнего игрового дня. У нас только одни допы были на этом чемпионате. И одними из участниками этих самых допов были Мауза. Наттинг на Дельпене пока что на тикетбоксе отвечает за выход на коннектор. Стюит окей. Очень агрессивная позиция по направлению ковров. Пока что точка А у нас довольно-таки неплохо просматривается клаудами. Но Нико, Деннис и еще один из мышек готовы врываться у нас через коннектор. Спиди уже на конструкции. Очень интересная позиция с ЮМПшкой. На перетяжке будет ловить своих противников. Ну и все будет зависеть от Нико. Нужно чекать абсолютно все вместе с Деннисом. Мышки наружки просто двигаются у нас Мауз Спортс. Они есть мышки в принципе. Должны и работать на шифтах. И так они и делают. Никакую информацию противнику не дают. При этом нафиг на Дельпене находится. Может законтролить. Мне очень интересна эта позиция на апартаментах. Очень глубокая. Нафиг надкидывает голову Крису Джея. Остается у него 55 хп после прострела от его оппонента. Но дальше начинаются размин и совсем не в пользу облачков. Один за другим падают все. Падают листья. Падают облачка. И они срываются на счет 1-1 по встречам. Ну и Мауз Спортс. Поздравляем со второй победой подряд. 16-12. Шикарный счет. Отличная работа в атаке. Чего не скажешь. Конечно, о Клауд Найн их первой половине. Провалище. Предыдущий раунд. Последний в рамках этой игры. Как же пропустили Нику на CityRest. Опять же таки, на ваших экранах триумфаторы данного противостояния. Хорошее настроение. Первый у нас выходит Скадудл. Да, тащил, но не получилось. Действительно, слэми не хватило. Очень много моментов от него довольно-таки неоднозначных. Но я думаю, что это пища для наших аналитиков. Именно так. И именно в нее мы сейчас перенесемся во главе с Мэг. Нет, не перенесемся. Ну да ладно, в общем, не перенесемся. У нас транспортировка не работает сегодня. Телепорт не подрубили. Поэтому мы пока что останемся вместе с нами. Пока нам показывают, как парни отключаются уже. Есть уникальная возможность посмотреть, кто на каких девайсах играет. Ну, немцы должны на зови катать. Я вот тоже на зови катаю. Мне радует этот девайс. Я имею с точки зрения мышки. Все остальное у меня маковское, поэтому я не в курсе. Очень расстроен Шрауд. Действительно не получилось у этого парня тащить. Хотя он один из лучших аимеров североамериканского дивизиона. Но здесь не пошло. Ну и все-таки нам говорят, что студия аналитики готова. И мы им передаем слово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...